Позиция о том, что здесь нет никакой оппозиции, мне кажется, абсолютно неприемлема. Она просто дискредитирует выборы избирателей, которые выразили в лице губернатора, бывший лидером списка Единой России, вводом недоверия всей политике, которую Единая Россия и губернатор Единой России проводили в области. Этот вводом недоверия, благодаря которому сегодня в ЗАГС-собрании существуют достаточно серьезные фракции, фракции, выражающие альтернативную точку зрения и условно вынуждают нас к серьезным демократическим процедурам в ходе деятельности в ЗАГС-собрании. Я уверен, что Сергей Валентинович Казаков, которого фракция предложила, обладает огромным опытом именно демократического видения мира. И политические биографии Сергея Валентиновича, и биографии его в качестве деклара ЗАГС-собрания подчеркивают, что он способен слышать мнение другого. Безусловно, я слышал много добрых слов также и о предыдущем, кстати, в ЗАГС-собрании. Поэтому я хочу зафиксировать принципиальную вещь. Оппозиция есть. Это оппозиция сформирована благодаря воле избирателей. Благодаря тому, что избиратели вынесли вводу недоверия политике Единой России и правящей коалиции, и эта позиция для нас является фундаментальной и основополагающей. Я надеюсь, что обязательный ЗАГС-собрания будет находить общий язык со всеми фракциями, со всеми депутатами, каких бы мнений они ни придерживаются. Мы должны работать на благо Владимирской области и на благо развития нашей страны. Спасибо.